Угнать может и не угонят, а нагадят. Ой, какой крупный. Кто это, мальчик, девочка? Забрала уже Ванька, и мы сейчас с ним едем на день рождения. Смотрите, какие у нас ресницы. Смотрите, загар у него. Вы только посмотрите на это. Там такая небольшая загвоздка получилась. Вот такой вот, друзья, у меня получился топ. Один день профилонили, и хватит. Да, Ванёк? Таффай, проходи, не стесняйся. Ты же знаешь, где твоя команда. Я, знаете, что хочу вам показать? Небо. Такая редкость в Ирландии вот такое небо увидеть. Ни одного облачка. Ни одного. Вообще нету. Нигде. Жаришка. 30 градусов будет. Сейчас, конечно, не 30. Да, Ванюмба? Мне кажется, погорячилась я, сказав, что я нашла идеальную держалку для телефона. Нифига она не идеальная. Так. А теперь у меня тут ещё мистер Тейта. Всё не идеально. Я не прошу идеального. Дайте просто мне что-то приличное. Хоп. Всё держится. Я сегодня утром спустилась вниз и поняла, что моя машина открыта. Она стояла открытой всю ночь и ещё не знаю сколько. Потому что я вчера никуда не ездила. Я вчера как Золушка целый день была на кухне и убирала квартиру. Ездил Вова, но мне кажется, что он ездил на своей машине. Не знаю. Я сразу, знаете, анекдот вспомнила. Два друга разговаривают. Один у другого спрашивает. Слушай, ну у тебя машина такая старая, ака вся ржавая. Там, не знаю, ничего не работает. Зачем ты её каждую ночь прям вот обязательно проверяешь, закрыта она или не закрыта. Кто её, ну типа угонит, кому она нужна. А этот ему отвечает. Угнать может и не угонят, а нагадят. Нагадить могут. Ну вот я примерно так же. Сегодня села в машину с утра и давай осматривать. Ничего тут не произошло за ночь. Везём корюшеньку на экзекуцию. Что с моей речью, непонятная. Да, с грумера мы везём. Вот, она очень нервничает. Ваня, за тобой не видно собаку. Барби. Ходи, корюш, машина едет. У нас такая жарища, это кошмар. Пойдём, может, пораньше, Ваня, отведём её? Да, давай. Пойдём. Ой, тут собачка. Пойдём, пойдём знакомиться. Да не бойся ты, что такая трусиха, Кэрри? Скажи привет, я Кэрри, а ты? Ой, какой крупный. Кто это, мальчик, девочка? Не знаю. Не мальчик, не девочка. Пойдём, Кэрри, там ещё должны быть собачки. Ай. Как поживаете, красавчики? Всё, Вань, пойдём, время нет. Едем домой. Ой, а это кто, Вань? Привет. Ти-ти-ти, тири-ти-ти. Привет. Так, друзья, мы готовы. Стрижка удалась. Я решила сразу машину оставить там на стоянке, чтобы здесь потом не поворачивать. Пойдём, Кирюсь. Пойдём, пойдём. Вот такие вот мы. Смотрите, какая девочка. Кирюш, посмотри на маму. Я попросила, чтобы ей реснички оставили длинные. Смотрите, какие у нас ресницы. Ладно, мы едем. У нас так жарко. Вообще 27 градусов сейчас показывает машина. Всё, вперёд. Надеюсь, благополучно. Да, Кирюш? Дорогу перенесёт. На это можно смотреть вечно, молодец. А то как течёт вода, горит огонь, и как ты, Кирюша, лапки вытираешь. Да, да, да. Ты лысюля. Ты лысюля теперь. Кстати, наш включатель, который по-прежнему работает. Всем привет. Доброе утро. У нас так солнечно, и уже 18 градусов с утра. Это вообще что-то невероятное. Пенни нашла палку. Кирь, покажи. Вот. Кири сродни, когда палка... А, вот. Видите, Пенни ещё вторую нашла. Так Кири у неё отняла, и они тут так классно за неё. Ну, не дрались, а как-то боролись. Я не успела снять. Кири палку грызёт. А ты что делал? А что ты делал? Подтягивался? Ну, давай, пробуй. Почти. Пойдём, Ваня, а то мы опоздаем в лагерь. Девочки, никто не хочет идти. И сделал, включила камеру и не смог. Так всегда бывает, называется закон подлости. Значит, как назло, не получается самый нужный момент. Забрала уже Ванька, и мы сейчас с ним накрасилась. Мы сейчас с ним едем на день рождения. У нас сплошные дни рождения. Вот, нам единственное, что нужно купить открытку. Поэтому мы по пути заезжаем в магазин, выбираем открытку и учим на день рождения. Такие вот планы. Как тебе, Вань, сегодня последний день в этом кампе? Похоже бы. Потому что последний? Не похоже бы. Ну, ладно. Лето. Так непривычно. Я хочу себе купить ещё один какой-нибудь блеск из этой серии. У меня вот самый светлый тон, по-моему, 002. А я хочу что-нибудь поярче. Подержи, Ванюш. Очки подержи, пожалуйста. Спасибо. Ты думал волосы подержать, я тебя прошу. Нет, я не пойду. Так, хочу что-нибудь. Может быть, такое освещение плохое, вы не поймёте. Ладно, я сейчас выберу что-нибудь, а потом покажу. Кстати, очки. Excuse me. Свои бери. Купили открытку, попросили у продавца ручку подписываем. Молодец. Вот что значит, друзья, покупать косметику. При плохом освещении. В магазине он совершенно другим выглядит. Во-первых, я не заметила, что он с какими-то блёстками. И он такой плотный, этот блеск. Совершенно не как мой первый. Ну, в общем-то, он неплохо выглядит. Сейчас. Даже не знаю, как. Такое освещение плохое. Вот. Я просто другим себе его представляла. Но в целом неплохо. Второй мой вот такой блеск. А цвет называется теперь Silk. 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 А-а-а. Не сфокусируется. Ну, в общем, 004 Silk. Silk. КОНЕЦ Сейчас у нас программа на этом не заканчивалась. У нас сегодня очень насыщенный день. У нас сейчас запись к барберу. Ваня идёт встречаться. Он идти не хочет. Но я сказала уже, если ты не пойдёшь к барберу, я тебя сама под машинку обстригу. Я уже не могу смотреть в такую жару. Но вот эту висящую чёлку, вечно какую-то мокрую, невозможно просто. Надо стричься. У Вовы тоже запись. Он уже пошёл. А мы с Ваньком сейчас подтянемся. Какой вид сумасшедший. Вот правда сумасшедший. Это не пустые слова. Представляете, а у кого-то из окна видно море. Шикарное. Такое холодное. У нас сегодня очень много народу на море. На пляже просто безумное количество. Потому что тепло. Жарко, я бы даже сказала. Смотрите, как красиво. Смотрите, сколько людей. Сегодня ещё отлив. И вот те лужицы, которые остались там на берегу, они, наверное, достаточно тёплые. Дети там могут поблескаться. Кстати, знаете, блеск новый прошёл испытание. Полдня прошло практически. Ну, не полдня, а ладно. Несколько часов. Почти одно и то же. Прошло. Я и ела, и пила, и жара такая на улице. Он очень приятный. На губах очень комфортный. Практически не липкий. А такой, знаете, очень питательный. Прям, ну, очень приятный. Прям очень-очень. И ещё раз очень. Не скатывается. Лёгкий. У него приятный аромат. Такой прям неуловимый. Короче говоря, прямо супер. У нас он стоит, наверное, где-то около... Не знаю, сколько он стоит. Около 12 евро, наверное. Так. Мы припарковались, кстати, на самом классном месте. Очень просторная. Идём что? Идём брать билетик. Не первый раз вижу. Вот люди приезжают на такой машинке специальной для кемпинга. О, работает. Работает. Билетик нам дали до 8.32 утра. Мы прям можем до утра загулять. Остаться здесь. Так, нашла чек. 11.99 стоит блеск. Вот. Давай. На, Ка. Иди в эти. Мне главное. Да? Давай, давай. Давай. Вот так, Ванька, постригли. Мы попросили покороче. Ну, покажись, Вань. Смотрите. Ну, Вань, ну, постой, пожалуйста. Вот так вот волосы... Ой, волосы. Смотрите, загар у него. Вот так идёт. Я сразу говорила, надо было срезать это уже. Ну, ничего. Сейчас ещё позагорешь. Вань, а покажи ноги у тебя, как загорели. Подними шорты. Три, два, один. А подожди, да, издалека это очень хорошо видно. Ладно. Чеши гулять. Три тоже. О, руки вообще. Формульсен. Правда? Загар фермера. Ну, у нас это называлось деревень, колхозный. У нас это называлось, в принципе, то же самое практически. Колхозный загар. Как думаете, куда мы приехали? Мы приехали... Жалко, камера не передаёт ароматы. Мы приехали в бассейн, и я тоже. Я приехала ради сауны. Я предварительно смыла весь макияж. Планирую хорошенько попариться. Но я почему-то думаю, что сауна будет закрыта. Планирую хорошенько попариться. Планирую хорошенько попариться. Всем ещё раз привет! Добро пожаловать в это же видео, в новый наш день На часах, не видно, не видно, 6 часов вечера Сегодня у нас получился очень интересный день, необычный Сегодня с самого утра Ваня с Вовой встретились с Ваниным другом и с его папой Встретились они в 8 часов утра, сегодня суббота Встал Вова, значит, где-то там полседьмого Наверное, чтобы погулять с собаками, покормить их самому, собраться и все такое Для чего они встретились? Сегодня они выходили практически в открытое море На самом деле, этот мальчик, Ваня другом, занимается, я вам сейчас скажу, какую-нибудь глупость, наверняка, каякингом Или как там это называется, я не знаю В общем, у них есть свои эти самые каяки или каякинги, как это называется, опять же, я не знаю И они позвали Ваню и Вову поплавать Я очень просила, чтобы Вова немножко поснимал Поэтому небольшая зарисовка от Вовы лично Кстати, классно снял Очень красиво у нас сегодня для плавания, для морских прогулок Просто потрясающая погода У нас сегодня жарище Очень ярко светит солнце В общем, полюбуйтесь сами Небольшая художественная зарисовка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше потом все вместе с этим мальчиком Ну, Вова, Ваня и этот мальчик Они сходили на карате, позанимались А потом Ваню нашего пригласили в гости на барбекю Это было в районе обеда Где-то в районе двух часов дня Ну, и мы с Вовой решили Сейчас мы немножечко передохнем Потому что жара просто невозможная Печет солнце И пойдем гулять В итоге мы заснули И проспали до вечера Вот так мы воспользовались Своим свободным днем Можно было съездить в центр Можно было куда-то здесь у нас Сходить погулять Но мы просто... Ну, невозможно было Даже для Вовы, Вов, говорят Ну, ужас, как солнце печет Просто прям, ну, уже больно кожа И мы остались дома Продрыхли Я проснулась раньше Пошла краситься А Вова с Кэрри продолжали спать И вы только посмотрите на это Сейчас жара у нас немножечко спала Ваня все еще в гостях Нам сказали, что забирать его В районе 8 Потому что они еще не начали делать барбекю Поэтому мы с Вовой решили Таки выползти из дома Дойти или доехать До центра деревни Прогуляться Может быть зайти в бар И потом уже забрать Ваню Потому что Ваня сейчас как раз Примерно там в центре деревни И находится в гостях у друга Вот такие вот новости Вот так вот прошла наша суббота Здесь вот в гостиной У нас еще можно жить Я прям вот захожу И здесь прохладно Но наверху И то у нас есть чердак Мы не уж не под самой крышей Ужасная духота Просто невыносимая Что у Вани в комнате Что в нашей спальне Ну везде Очень жарко Обычно вообще Вот гостиная у нас Выходит окна во двор И здесь солнце бывает Только рано-рано утром А та сторона Противоположная Естественно солнечная Там всегда духота Там всегда такая жара летом Это просто невозможно Вот Пенни тоже бедная жарка И она на балкон вышла Легла вот прямо лежит там Вот под помидорами Под моими Кстати о помидорах Помидоров Уже достаточно много Я вам скажу Поэтому если Не вольют дожди Если не будет жуткого мороза То хотя бы парочка Помидорчиков Должны дозреть Я так думаю Вот это первый помидор Вернее он не первый У меня есть помидорчик И больше Только я сейчас Не могу его найти Но вы чувствуете Какой потенциал есть У этого помидорчика Чувствую Будет вкусным Села на стул Сидит свои владения Обозревает Да Пенни? Пенни Ты даже не умещаешься Мне в кадр Дома и девочка А вон вторая Девочка Тырюся Вот Да моя хорошая Долегла Ой У нас смотрите Здесь несколько Домов на колесах Вот там вот Один дом Здесь еще Два Или три даже Три Всего четыре штуки На парковке И вот знаете Мы думаем С одной стороны Вроде ничего такого Но припарковались Судьи припарковались Но Они же открывают Свои двери И занимают Фактически два места Ну полтора Но туда никто не встанет На полместа До понедельника даже Предлагаю остаться Здесь ночевать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока у нас еще есть время Я на фоне красивого заката Расскажу вам историю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все просто Замесила я тесто И у меня получилась крошка Тесто должно было получиться Как на бисквит Жидкое А у меня получилась крошка Я думаю Что за ерунда Надо же вот так вот довериться рецепту 4 миллиона просмотров Или там сколько-то Такие прекрасные комментарии И получилась такая ерунда Думаю Ну вот так вот доверяй людям Я значит взяла Думаю Что делать Не выкидывать же продукты Добавила просто молоко Уже знаете на глаз Просто чтобы до нужной консистенции довести Добавила яйцо Взбила все это миксером Вылила в форму Поставила в духовку Начала убирать со стола Повернула голову И поняла Что молоко Как стояло на столе Так и стоит То есть я изначально Забыла добавить молоко Я его подогрела в микроволновке А налить забыла Если бы я молоко налила Я думаю Что само тесто получилось бы Еще лучше Чем оно у меня получилось А получилось оно вкусное Очень такой бисквит Бисквит не бисквит Знаете за счет того Что там достаточно много масла Он очень получился Влажный И Ну такой вот жирненький Ну прям вкусно получилось Ваня сказал Что ему показалось Что какое-то мокрое тесто Но Мне правда очень понравилось Я вот Сегодня буду делать По тому же рецепту Но крем немножко по-другому сделать Там крем просто сливки и шоколад А я сделаю сливки и Маскарпоне добавлю Тогда он будет немножко поплотнее Вот Такие вот дела Поэтому Если у меня получится Классный Вкусный торт Сегодня То под этим видео Я оставлю Даже не рецепт А я оставлю просто ссылку на видео По которому я готовила Ну что Володь Пора уже Пойдемте смотреть Что там с нашим Ваньком Ваня сегодня с 8 утра До 9 вечера Не расстается Со своим вот этим вот другом А вы с чем там делаешь? Смотрю В Звездных войнах использовали Что такого там использовали? Тайговый центр из Лондона Вот это да Ой, как я люблю этот домик Друзья Это вообще просто сказка В этом доме Вот просто живут гномы Мне кажется Смотрите Какая прелесть Соломенная крыша Вы знаете Как за ней ухаживать тяжело Ее менять надо Периодически Перестилать Как-то Но это же просто сказка Синие окошечки Маленькие Вот было бы у меня Много денег Вряд ли бы я решилась На такой дом Да Потому что он старый Смотрите, как окна сделаны В глубине как-то Потому что он старый Понятное дело Что там Маленький Да Там одна, по-моему, труба Торчит из крыш То есть он, скорее всего Холодный будет И, естественно Речь там не идет Ни о какой экономии Электроэнергии И всего остального Вот Но в плане Вот Каких-то вот ощущений Это прям вот Мой домик Я бы с удовольствием Мне так нравится Прям Сказка Я не знаю, конечно Как там внутри Но если есть возможность Все можно довести до ума И все можно сделать красивым Правда? Вове сейчас аэрофлот Присла напоминание Что у вас сегодня вылет Так мило с их стороны Лучше деньги нам вернули Нам аэрофлот так и не вернул деньги, кстати И мы С ними теперь судимся Такие вот дела Ваня, мы с папой были в гимнез Наелись крылышек Пили пиво Пили пиво Ты расстроился, что мы без тебя крылышки ели? Нет Ну что ж, друзья Дубль два Постараюсь не забыть Все положенные ингредиенты Надеюсь, что Торт получится еще лучше Чем в первый раз Вообще Возьму себе обязательно его В постоянные рецепты Потому что он делается Как мне кажется Очень просто И получается очень вкусным Так Мне нужно сейчас, чтобы шоколад Растопился В сливках Сливки я подогрела Теперь Растоплю в них Шоколад Вот такой вот, друзья У меня получился торт Время у меня уже Практически пол третьего ночи Я на самом деле не устала Торт делается легко Единственное, что нужно дождаться Когда остынет бисквит И только потом его промазывать кремом Украсила я Эммэндемсом И мальтизерс Вот эти вот крупные шарики Это мальтизерс Ну и вот В общем-то и все Ставим в холодильник И тортик готов Я так подумала Как раз сейчас Самое лучшее освещение Здесь нет света У меня Не так сильно видно Там свет горит У меня здесь и Не пойми, что вообще на голове На лице В частности Так Я Здесь Для того, чтобы сказать вам Спокойной ночи Я наконец-таки Иду спать Убрала Помыла посуду Загрузила, кстати Надо включить посудомойку Так Ну, в общем-то Мне особо Больше нечего сказать Такими были Вот эти несколько Наших ирландских дней Вот же они мы А ты что не спишь, Кари? Она, кстати Сейчас здесь Все время со мной не была Она уходила Да? А потом скажи Я опять прислала Я опять прислала Сюда Опять прислала Что папа оставила? Теплая Мягкая Вот она Вот она, это Пенни Вот это она Пенни такая Пенни И Келли Пенни Обе шобаки тут Обе шобаки тут И Келли, и Пенни Так что спасибо вам большое Что смотрите Что пишете Общаетесь с нами Спасибо еще раз Подытожу За все поздравления Которые мы получили В этом году Их было так много Как никогда Просто удивительно И поразительно Надеюсь, что я на все Ответила И никакие не пропустила Не болейте Берегите себя Своих родных Все Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok